А теперь на Украину, где пропасть между военными и гражданскими явно становится все больше. На днях в сети появилось видео, где украинская элита устроила вечеринку во французском Куршавеле. Конечно же, в поддержку ВСУ. Однако сами боевики подобные благотворительные пиры не поддерживают. Мол, легко быть патриотом, когда в руке шампанское за четырехзначную сумму. Тем временем на родине столь небедных беженцев повестки вручают прямиком из кареты скорой помощи. Об этом и не только подробнее расскажет моя коллега Наталья Гриценко. Кадры того самого нашумевшего видео, которое раскритиковали даже сами украинцы. Здесь представители золотой молодежи соседней страны. Протежи чиновников, бизнесменов и модели. Если вы обратили внимание, что флаг родной страны лакшери-патриоты несут вверх ногами, не торопитесь с выводами. Возможно, это дизайнерское решение. Да, далеко не бедствующие беженцы отдыхают на славу. Бовики ВСУ явно не в восторге от такой поддержки земляков. Именно такие откровенные возмущения звучат из уст украинских боевиков. Однако добровольцев защищать свою страну с автоматом в руках вместо бокала шампанского явно меньше желаемого. Даже несмотря на, скромно выражаясь, очень хорошие зарплаты. Вот по сети гуляет фото, как сотрудники военного комиссариата маскируются под медбратьев. Людей с повестками не то чтобы жалуют. Люди добрые, посмотрите, ко двору человека пришли с автоматами. На каких основаниях? На каких основаниях? Мы что, тут преступники или что? А власти говорят, что тут все добровольцы. Что с вами происходит, люди, когда вы одеваете военную форму? Вы трепаете людей за шкирки, блядь, тягаете. Что-то я не видел, блядь, кашевого тягали, когда он сказал, что блядь, снайперов там, блядь, боится, блядь, или еще кого-то, блядь. Что вы, блядь, не трепаете, блядь, политиков? Искренние слова украинцы посвящались именно людям, вручающим повестки. Ведь жители, как сообщается села Робча Черниговской области, не единственные, кто дают отпор. Повестки выдают прямо на улицах, потому что мужчины попросту не открывают двери. Откровения с передовой, мотивации воевать, тоже не добавляют. И 9 месяцев мы уже не живем у себя дома. Живем в лесах, в блиндажах, в окопах. В блиндажах, в окопах. И вы знаете, немного оно поднадоело, потому что ты смотришь в соцсетях, как другие здоровые мужчины отдыхают. Кто в тренажерных залах, кто в кафешках, кальянчики. Да и в общем, когда приезжаешь на выходной и смотришь на это все, немного обидно становится. Нашим женам очень тяжело без нас. Я борюсь не просто, чтобы мы там сдались все дела. Я борюсь за то, чтобы была справедливость, были установлены сроки службы. Потому что сейчас эта бессрочность убивает. Женщины уже собирают петиции, чтобы вернуть своих мужей домой. Но судя по многочисленным видео в социальных сетях, не всем ВСУшникам так уж тяжело на фронте. Возможно, они руководствуются выражением «делу время, потехе час». Мужчины прячутся за семи замками. А на войну посылать кого-то нужно. Нередко на улицах украинских городов можно встретить и откровенную агитацию – идти на фронт с женщинами. Что ж, какие билборды, такие и военнослужащие. Не каждый из них жизнь доверишь. Фу, ебать, налево. Давай, выта хуйка. Давай, вот. Еще. Возможно, одним из этапов обучения надо бы ввести лекцию о том, что служба не ограничивается съемкой развлекательного контента. Однако из-за боевых действий проблемы в тылу уходят на второй план, что не может не беспокоить гражданских. Они мне говорят, внимание, а карточку мы вам не дадим. Говорю, почему? А это уже платно. Говорю, в смысле, говорю, платно. В каком смысле платно? Услуга уже платная. Говорю, как это так? Я иду к бухгалтеру. Бухгалтер сидит, хлопает глазками. Да, стоит 501 гривну. В регистратуре мне сказали, стоит 750. Конечно же, украинцы негодуют и от отключений света и воды. Но у военных и на это есть совет. У меня детство было. Так что там точно так же свет выключали, и ничего страшного. И при лампе жили, и ничего. Попривыкали эти пауэрбанки, телефон не работает, еще что-то. Все, ужас, просто жизнь кончилась для них. Вот. Жизнь продолжается. Костер тот же свет. У меня нет, где ребенку помыться или еще что-то. Снег растопи, если нет. Стоило России вступиться за Донбасс, Украина о нем вспомнила. Нарекла вновь своим. Бывший комик включил все свое обаяние, чтобы выпросить побольше оружия у Запада. И, возможно, за всем этим зе-президент не успевает глядеть внутрь своей страны. Где есть бытовые проблемы, своеволие на фронте, да и рознь между самими жителями. Но это, видимо, не так важно. Наталья Гриценко. Панорама.